Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялось очередное ток-шоу. На нем обсуждали, почему у Венцеслава Венгржановского никак не получается построить отношения и почему парням нравится, когда вокруг них много женщин. Катя Кауфман, которая живет с Венцеславом, рассказывает. На ток-шоу пытались выяснить, сколько же женщин нужно Венчику для счастья. Оказалось, что вообще ни одной. Я уверена, что скоро он свое мнение поменяет, потому что мои чувства сломить невозможно. На острове любви продолжается неделя женской власти. Девушки решили наказать парней за то, что когда-то они над ними издевались. Лиза Полыгалова рассказывает. Мы мстим парням, отрываемся как можем. Сегодня я прям кайфанула, вылила грязь на Ивана. А затем мы заставили их ходить голыми. Марина Мексика живет с Сашей Задойновым вторую неделю. Участники замечают, что у них появляется не только симпатия, но и влюбленность. Марина пишет. Мы прожили вместе почти две недели, пора собирать вещички и красиво уходить. Саша говорит, что рад моему переезду, но моя чуйка говорит об обратном. Все видят, что мы сблизились, но кто-то молчит и боится признаться в этом. А теперь перенесемся на поляну. Валера Блюминкранц рассказывает, как прошли здесь выходные. У ребят была ночь любви, пишет Валерий. Все выпили, потусовались, а потом легли спать. В итоге Саша весь переспал с Надей Соколовской. А Майя Донцова уснула с Ваней Шувагиным. Ольга Рапунцель, как вы помните, находится в изоляторе. Ей предстоит провести там семь дней. Она недовольна условиями содержания. Хочу воды попить. Воды нет. Ничего не приносят. Ребята вообще такие злые, такие негодяи. Так издеваются. Принесли какие-то помои сегодня. Кашу с майонезом и с колбасой. Валанду эту сами кушайте. Я опять в истерике. Я плачу. Ребята видят, в каких я условиях, но приходят и смеются. Дружбы здесь нет. В сети ходят слухи, что Диме Дмитренко, который недавно покинул проект, приходится не сладко из-за своей популярности. Во Владивостоке он старается прятаться от людей. Был случай, когда в супермаркете на него вылили пакет с молоком. Теперь он старается не бывать в людных местах и срочно засобирался в столицу. Стало известно, что 28 сентября в эфире покажут видео обнаженные танцующие Элины Камирен. В сети имеется такое мнение, что поскольку без разрешения самой Элины на демонстрацию ее видео с экрана это невозможно сделать, то получается, что Камирен в доле. Так что вполне вероятно, что позорное видео девушка сама опубликовала в сети. Татьяна Владимировна Африкантова в видеотрансляции рассказала, что Марина с ней не общается. Также она сообщила, что с удовольствием вернется на проект, если позовут. «Буду делать, что хотите», — говорит женщина. «Хоть собачкой буду, хоть бабой-ягой, хоть снегурочкой. Юбку задеру, полой в бассейн прыгну». Также она планирует поехать в Туапсе и там устроить очередную фан-встречу. «Ко мне придут много человек», — говорит Татьяна Владимировна, «они как в Москве три коллеги». Зрители считают, что у Ольги Бузовой звездная болезнь, что она стала злой и высокомерной. В своей правоте они убедились после просмотра очередного выпуска проекта «Танцы», где Бузова была судьей. Оля похвалила выступление одного из участников, а он сказал, что хочет узнать оценку профессионалов. Бузову это вывело из себя такое пренебрежение ее мнением. Она устроила истерику и покинула съемочную площадку. Затем Ольга прокомментировала ситуацию в своем микроблоге. «Кто-то меня поразил, а кто-то не смог совладать с нервами и повел себя странно. Жаль, ведь все мои 6 миллионов подписчиков могли за него проголосовать». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.